Напомним, на строительство этого района потрачено более 2 миллиардов рублей. Дома начали возводить в 2007 году после аварии на руднике. После обнаружили, что жилье непригодно для проживания из-за превышенной концентрации формальдегида в воздухе, поскольку строили из материалов, выделяющих опасное вещество. Выбор подрядчика для сноса запланировали на конец июня текущего года. Все работы по демонтажу 58 домов необходимо завершить за 75 дней после заключения соглашения. Начальная цена контракта – 1 рубль. Ранее глава города Сергей Дьяков уже высказывался, что на эту землю у города есть планы. Малоэтажную застройку мы в районе формальдегидных домов строить не будем, потому что это будет непонятная конструкция. У нас отменный район, а частнику передадим, хотя заявлений очень много, что люди бы, индивидуальные жилые дома хотели бы там строить. Но здесь будет не очень приятная ситуация, поэтому в плане города будет только многоэтажка.